Здравствуйте, моя семья, моя интернет, семья всех, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Ну, а я сегодня отвечу Ларочке, мне написала такая хорошая девочка, 21 плюс Ларочка, и попросила рассказать главные факторы старения, маски, как это предотвратить, как остановить, как удается, сам, комплексно удается, вот, например, сейчас я много пью воды, сейчас я постоянно увлажняю себя, то вот в такой водичке, здесь источники, то в морской водичке, и сейчас вот снимаю с себя как раз-таки, шлифовала белой глиной и песком тело, вот, отшлифовала и буду смывать, сначала в соленой водичке, а потом в пресной водичке, вот здесь, делаю такие, знаете, как переходы, сначала теплая морская вода, вода очень теплая, а потом захожу вот в эту резкую холодную водичку, вон там у нас источник бьет, и это замечательно. Но есть, есть действительно, есть секреты, которые останавливают старение. Мы покажем, я поговорю и о питании, потому что внутри нас происходят изменения, как гормональные, так и мы теряем коллаген, так и внешние. Масок у меня масса, поэтому подходят они всем, но есть такие прямо, которые направлены на возрастное. Значит, у нас происходят всякие процессы, да, уменьшается количество гиалуронидазы, а также сокращается содержание коллагеновых волокон, и поэтому кожа уже не такая эластичная, упругая. Поэтому, что мы должны кушать? Мы должны кушать желатин, обязательно добавлять, и брать коллаген природный, ну, например, ножки куриные, там есть он, но не в большом количестве, в небольшом, в маленьком бульончике периодически кушать, подпитывать себя изнутри. Естественно, в огромном количестве овощи, фрукты, в огромном количестве нам надо кушать, ягоды красные, молочный продукт. Точно так же мы делаем и маски. Мы берем, нам понадобится для масок уже часто желатин. Эта маска у меня есть такая, она как лифтинг эффект, эффект, мощный эффект омолаживающий, еще с крахмалом, замечательный эффект омолаживающий. Сливочное масло прекрасно для масок подходит. Молочные продукты, особенно козий кефир, это изумительная вещь и вовнутрь, и также внешне. Молочные продукты, творог, творог вообще замечательный. Сливки тоже можно использовать. Яйца, яйца для масок постоянно. Спрашивают перепелиные, конечно, замечательно, любые яйца, куриные, перепелиные, все подойдет. Мед, воск, фасоль для масок хороша. Картофель для масок, только для масок, кушать нельзя. Чечевица для масок, горох, рисовая мука, либо овсяная и просто овсянка. Хлопья, тоже прекрасно. Масло. Я предпочитаю виноградные косточки, зародыши пшеницы, оливковое масло, персиковое, миндаль. Обязательно использую часто в масках овощи, фрукты. Целебные твары, травы я использую в отварах, и, уже заговорилось, и на стоях. А также зелень. Посмотрите, что они творят. Вот. Значит, крем-маски делают так же. Они помогают сглаживать морщинки крем-маски. Сейчас я вытоплю. И в целом освежить кожу. Для приготовления нужно расплавить примерно 60 грамм масла, добавить 12 грамм пчелиного воска, размешать, в состав добавить 20 миллилитров оливкового масла, в 2 раза меньше масляного раствора витамина А. Это очень важно. Еще следует взять петрушку, крапиву, листья рябины, можно смородины, лепестки розы, жасмин, что есть. Все это измельчить, перемешать с ранее приготовленной массой. И наносить это надо на полчаса. Да, вы не ослышались, полчаса. Потом смывать. Делать так через день всего нужно 12 процедур. Поверьте мне, вы свое личико не узнаете. Если для запущенного состояния кожи спрашивала Ларочка, что вы посоветуете? Все это и плюс желатин. У меня есть маски, наберите эффект ботокса. И именно у меня. Вот там есть также желатин. Есть с крахмалом эффект ботокса, а есть с желатином. Это естественный коллаген. Он хорошо, Ларочка, омолаживает. Ну, я ко всем обращаюсь, ко всем девчатам. И к мальчишкам тоже, почему нет. Отлично желатин омолаживает и держит кожу, понимаете, как это сказать, в тонусе. В тонусе, именно в тонусе. Замочите порошок желатина в воде комнатной температуры. Оставьте где-то минут на 30-40, наверное, так. Потом разогрейте на водяной бане, чтобы он распустился. И туда можно добавить белок, если ваша кожа жирная. Или по 5 капель витаминов АЕ, если сухая. Также в состав нужно 9 мл сока алоэ. Ну, немножко, в общем, сока алоэ добавьте. Вот. Что еще можно? Можно не только алоэ, можно каланхоэ, например. Тоже прекрасно. Ачиток. Замечательно. Столько же оливкового масла. И в качестве альтернативы можно взять масло из виноградных косточек. И вот такую желатиновую маску наносите в несколько слоев на 25 минут. И при этом мышцы лица должны быть расслаблены. Когда маска высохнет, ее нужно подцепить и снять по направлению снизу вверх. То есть от подбородка к колбу. Вот, Ларочка. Вот это вот. То, что подойдет, я думаю, вам. Это изумительная маска, которую я называю фиг ботокса. Кроме того, я ее периодически усовершенствую. Я делаю по-разному. Вот видите, я подхожу к ним, они не боятся. Они меня уже за свою принимают. Вот сейчас полетели. Вот. И еще хотела показать. Вот смотрите. Немножко, немножко прокопали. И потекла вода. Все. И вот здесь вот везде-везде такие источники. Немножко прокопали, вот вбили туда. И пошла вода. Все. Колышек вбили и пошла вода. Мало того, вот там, где сильно много, большой напор идет из скалы, кто проводит вот такую трубу, и у нас есть бувет, и люди пьют. Чистейшая вода. Чистейшая, насыщенная, вот они за мной. Насыщенная йода. Я умываюсь этой водой родниковой. Я ее набираю, я ее пью, я в ней купаюсь и чередую. Теплое, холодное, теплое, холодное. В теплое море соленое, потом сюда. Это лучше, чем душ, поверьте мне. Лучше, чем душ. Вот так вот. Ну и, что еще хотела бы сказать. Кстати, это очень хорошо омолаживает. Я стараюсь избегать водопроводной воды. За исключением зимы, потому что зима – это единственное время года. И осень, поздняя осень, я имею в виду, и ранняя весна, это когда используем водопроводную воду для купания. А для лица нет. Для лица я никогда не использую водопроводную воду. Это тоже один из секретов. Еще хотела бы поделиться царской маской. Очень хороши домашние маски после 50 лет, 60 лет. Нет, ну и после 40, конечно. Но вот запущено. Вы сказали, что у вас кожа запущена. Вот, например, рецепт императрицы Елизаветы II. Ну, так, по крайней мере, написано в источниках. 50 грамм сметан. Я люблю использовать сметанку в своих масочках. Дальше столько же гороховой муки. Вместо нее можно взять перемолотый порошок чечевицы. Чечевицу чаще кушайте. Там огромное количество железа. Либо зеленого горошка. Все это надо хорошенько перемешать и наложить на лицо. Держать так не менее трети часа. Еще один секрет. Теплая гороховая каша, смешанная со сметаной и растительным маслом. И такая теплая маска из полностью натуральных компонентов дает очень хорошие результаты. Но, конечно же, при регулярном использовании. Проверьте сами, если вы не верите мне. Какую бы маску я ни делала, я делаю эту маску курсами. Я всегда об этом говорю. Не забывайте перед тем, как наносить маску, хорошенечко распарить лицо. И только после этого наносите маску. И еще. Смываем маски. Обычно через 15-20 минут. Но иногда я держу маску и по 30-40 минут. Это такие общие правила. Теплой водичкой смываются. Масляные масочки также. Также можно своей умывалкой, гидрофильным маслом. Натуральным. У меня есть на канале, как я делаю гидрофильное масло. Я с удовольствием делюсь с вами. Это все люксовая косметика. Это ваша косметика. Вот они уже пришли мою рыбку барабанить. Уже дошли до моей рыбки. Потому что я так же ловлю рыбку здесь из источника. Здесь масса рыбы. Это мое любимое занятие. Ловить рыбку. Вот здесь огромное количество рыбы. Вот. Из источника прямо йод. Кстати, в этом источнике есть хорошее количество йода. Ну, не такое, конечно, как в нашем озере. Но, тем не менее. Сдавали на анализ эту водичку. Это уникальная вода. Открыли бувех. Протянули вон, видите. Протянули трубу. И все. И продают люди. Но воды много, я вам скажу. Поэтому мне жалко. Все равно она идет. Вот так вот. Такая красота. Чистейшая. Изумительная вода, конечно. Видите, как красиво. Как я люблю, когда водичка переливается. Это удивительно. Красота. Ну, а я вас всех люблю. Будьте красивы. Будьте здоровы. Не болейте. Будьте благословенны. Давайте посмотрим на этих голосистых. Здесь не только чайки, бакланы, альбатросы. Здесь разные, разные, абсолютно разные птички. Вы можете увидеть, вот покрупнее. А вот маленькие чайки. Они очень горластые. Бывают и буревестники. Вот, посмотрите. Вот они. Ругаются друг на друга. Такие недружные. Совершенно. Если дело касается рыбки, то здесь такой галдеж стоит. Сядь вокруг меня. Здесь опять-таки Танюша. Я и ее детки. А Леночка уже убежала. Все. Будьте благословенны. Пока-пока.